Александр Мартынов, генеральный директор Айсберг Спортс Аналитикс, представитель России. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вы как, сами начнете или бросить вам косточку? У меня на самом деле есть небольшая презентация, которая на самом деле очень плавно вытекает из последнего комментария про детей. И что сейчас на самом деле очень сложно новое поколение детей от 5 до 15 лет вытащить из этого виртуального мира. И это стало настолько новому поколению, то есть это настолько большая часть их жизни, что вот наша компания, которая занимается как раз визуализацией, как бы геймификацией спорта, мы как бы стараемся помочь это. И в рамках как раз программы НППХ тоже будем это делать. Поэтому, если можно, я быстренько расскажу про карту. Да, конечно, прошу вас. Спасибо. Презентация будет на английском, но я буду на русском говорить. Собственно, компания Айсберг, вкратце, если в двух словах, мы занимаемся тем, что мы обрабатываем хоккейные матчи, вот, оцифровываем их и получаем большой пласт информации с каждого матча. Вот, и дальше это можно применять как в профессиональном спорте, так и в детской и юношеском. Вот, и сегодня я хотел быстренько просто показать на нескольких примерах, как такая система, как у нас, может помогать для популяризации массового и детско-юношеского спорта. Вот здесь нарисована некая таймлайн, где видно, что, собственно, мы через наш софт, через нашу программу помогаем сильно профессиональным игрокам и тренерам, что, собственно, неименуемо увеличивает уровень конкурентности лиг и турниров, что, собственно, из чего следуют сильные национальные сборные. Дальше получается больше побед и, соответственно, больше любви от фанатов, от детей, которые хотят идти заниматься хоккеем. Собственно, как большие данные могут помочь национальным программам, таким как НППХ и других странах, стать сильнее? Мы, собственно, идентифицируем и развиваем самые сильные стороны игроков с самого их раннего возраста. То есть, если, например, взять детей от 10 или даже от 8 лет и вести их по, собственно, их карьере, неважно, закончат они профессиональным спортсменом или просто останутся любителем, мы сможем, собственно, отсеивать из всех игроков, которые у нас есть в системе, тех, которые имеют потенциал и перспективы стать профессиональным спортсменом. Мы не будем, соответственно, терять никого из потенциальных Овечкиных и Малкиных. Вот несколько примеров. На самом деле мы работали активно с Федерацией хоккея России на всех уровнях. И сборная до 17 лет, это фактически вчерашние дети. До Кубка Вызова, который был совсем недавно и который сборная России победила в этом кубке, мы помогали сборной выбирать состав. Собственно, все предтурнирные и матчи, которые были отсняты на нашу систему, были обработаны, предоставлены информацией тренерскому штабу, руководству. И, собственно, исходя из этих данных, эти данные тоже были использованы для выбора состава сборной на чемпионат. Собственно, какие данные вообще существуют и которые есть и у тренера, и у игроков? Это самые обычные голы, броски и прочие там блокированные броски, но и, в принципе, разные входы, выходы из зоны, потери, скорость через среднюю зону и так далее. То есть мы, на самом деле, предоставляем очень большой объем информации, который может использоваться как и для анализа определенного игрока, но так и для популяризации спорта. Потому что, представьте, если, например, использовать эти данные в социальных сетях или в трансляции, или даже в неком приложении, которое сейчас разрабатывается под МППХ, ребенок, который привык играть в PlayStation, который видит все эти цифры в своем виртуальном мире, он неожиданно начинает видеть наяву, про себя, про свою игру. И это как бы его заставляет больше времени, больше внимания уделять, собственно, спорту и относиться к этому, как бы на себя это примерять. Вот, собственно, да, здесь несколько примеров через что? Все как раз через социальные сети, через интерактивные разные активности на аренах, через некое саморазвитие. Также родители очень много используют наши данные с теми клиентами, которые у нас есть на детско-юношеском спорте, потому что они вместе со своими детьми часто берут разную информацию про детей и, собственно, разбирают разные, различные моменты, проблемы, ошибки, ну и сильные стороны ребенка на основе, собственно, их прогресса. Вот, спасибо большое. Теперь, наверное, можно поучаствовать в дискуссии. Безусловно. Александр, хотелось бы задать вам такой вопрос. Насколько информация, вот эти ваши статистические массивы, которые вы предоставляете, действенны для работы, вот, насколько они действенны для изучения, собственно, влияния на игру взрослых любительских команд? Тренер взрослой любительской команды может почерпнуть из них какую-то ценную информацию? Ну, на любительском уровне, на самом деле, у нас тоже есть много интересных кейсов. Наверное, в тренер в меньшей степени больше сами игроки, потому что они на любительском уровне более заинтересованы как бы в анализе самого себя. Им интересно, что они сделали на льду, как им улучшить свою игру. Это причем просматривается там на любых уровнях, не только профессиональном, но и на самом-самом любительском, когда вот люди только начинают заниматься хоккеем, и им хочется, ну, им хочется какого-то прогресса, собственно, в своей вот некой шкале, да, и через аналитику, через данные, через графики им это понятнее, то есть они могут посмотреть, например, определенный показатель, посмотреть видео, что они сделали не так, например, да, или как им улучшить условно катание. Ну, и, собственно, вместе с разными методиками, которые уже доступны, да, тренерскими методиками, подсказками от тренера, это все в комплексе дает больше вовлеченности человека в, собственно, игру.